Книга «Открытым оком», вопрос 29, тема «Обращение ко Христу». Как оправдывается термин «первоначальный грех» с медицинской точки зрения, анатомия и физиология? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Ученые люди говорят, что будто бы человеческий организм состоит из 320 миллиардов клеток, и каждая клетка стареет и умирает. Физиологи и геронтологи ищут причину старения в пище, в образе жизни, в распорядке дня, надеются продлить жизнь человека до тысячи лет. Библия говорит, что первые люди были бессмертны, а первые после грехопадения жили около 950 лет. Так отчего же человек умирает? Книга Бытия, 2 глава, 17 стих. «А от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Евреям, 2 глава, 14 стих. «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола». Римлянам, 6 глава, 23 стих. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим». «Первоородный грех переходит от нечистых родителей и на детей». Иова, 14 глава, 4 стих. «Кто родится чистым от нечистого? Не один». Разгадка долголетия обречена на провал, и переход от смерти состоит только в полном переходе к жизни, к дару Божию. Иоанна, 3 глава, 36 стих. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». «Когда человек осознает себя мертвым, бесповоротным и навсегда, и в этой безнадежности обращает взор к Иисусу и принимает его в своем сердце, как своего спасителя, и получает новое духовное рождение после омытия грехов, он делается святым и бессмертным, как и первозданный Адам, в котором не было первородного греха». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 5 стих. «Иисус отвечал, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». Деяние апостолов, 22 глава, 16 стих. «Итак, что ты медлишь? Встань, крестись, я мой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса». 1 Коринфянам, 7 глава, 14 стих. «Ибо неверующий муж освящается женой верующей, и жена неверующая освящается мужем верующим, иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова